Всем привет! В эфире радио Монтелебера. Меня зовут Беркин. Мы продолжаем рубрику новости на позавчера, посвященную обсуждению последних новостей в жизни сообщества. Каждую неделю я приглашаю в студию нового гостя, резидента Монтелебера, чтобы в неформальной обстановке рассказать о том, чем живет сообщество. Ищите новые выпуски по хэштегу МТЛ Новости и делитесь ими в ваших любимых соцсетях. Сегодня выпуск 11, вторник, 1 августа, уже август пришел к нам, и в студии у нас Валерий. Валерий, вы должны были запомнить по нашему совместному выпуску знакомства. Привет, Валерий! Привет всем! Ну что, как ты знаешь, этот формат, наверное, он же стал популярным, известным, по крайней мере, в узких кругах нашего сообщества. Мы обсуждаем новости, которые произошли на прошлой неделе для того, чтобы немножко скрасить их, дать какую-то личную оценку. Может быть, посмеяться просто, да мало ли. И чем запомнилась тебе прошлая неделя вообще? Мне прошлой неделе запомнилось тем, что я наконец-то перебрался жить в Черногорию к нашему замечательному сообществу. Да, поздравляю. Спасибо. Это секрет, откуда ты приехал или нет? Нет, я приехал из Турции, из Анталии. Собственно, после того, как беда в России началась, я туда перебрался. У меня там квартира, поэтому был готов такой запасной аэродром. И после этого несколько раз приезжал летом пожить пару месяцев. Интересно. Потом зимой на пару месяцев. И сейчас решил, что надо перебираться по полной программе. И если раньше у меня был режим такой, что я живу в России и там на осени, на весну, на пару месяцев приезжаю к теплому морю, то теперь я буду жить в Черногории, а в Турцию я не знаю, зачем буду ездить. Наверное, просто по привычке. Ну, может, какие-нибудь баклажанчики там посадишь и будешь поливать при матриве. Типа того. Чтоб соседи там не забыли, что у меня там квартира есть. Да, здорово. Да, нет, это большое событие, на самом деле, перебраться на постоянное место жительства в Черногорию. Удачи тебе со всеми бюрократическими вопросами, потому что они сейчас достаточно много времени занимают. По счастью нашему, сейчас, по крайней мере, туристички работают постоянно и даже по воскресеньям. Ну, это хорошо прям, нововведение какое-то. Как ни странно, но все для людей, все для туристов. Что-то не узнаю в Черногории в последнее время. Нет, на самом деле, все хорошо, тут прекрасные люди. И просто деорганизации, они могут иногда работать до двух, до трех, что-нибудь такое. Вот, как некоторые банки, например. Ну что, обсуждаем новости. Первая новость, которую я вижу, относящаяся к прошлой неделе, это сдача в эксплуатацию собственного водохранилища в МТЛ-сити. Насколько это вообще важная новость для тебя? Это очень важная новость, потому что из этого водохранилища у меня в квартире вода. У нас в квартире газ. Газа нет, а вот вода есть, и это очень радует. На самом деле, это был большой проект. Он, в общем-то, ну, как водохранилище он закончен, а как общая система водопоснажения ситей, у него не хватает одного важного компонента. У нас вода пока просто привозится, а это дорого, ну, и сложно. Если там много людей появится, это будет постоянно водохранилище, которое 50 кубов составляет, оно будет кончаться. Туда надо будет опять водовозы привозить. Поэтому есть идея, ну, там два варианта. Это кинуть водопровод от источника, который где-то вдалеке, в горах есть. Пять километров надо водопровода тащить. Ну, тогда вода будет все время туда литься. И можно делать скважину, но скважину тоже надо попасть, где есть вода. Но можно и не попасть, да? Да, можно и не попасть. Но в любом случае надо свою воду, потому что город на привозной воде жить не может. Вообще очень странно, да, что в городе Добровода нет собственной воды. Просто как к самаронку. Ну, она местами есть, но именно у нас в Сити пока нету. Ну, надеюсь, появится. А так, водохранилище достаточно сложное сооружение. Кроме самого водохранилища у нас есть насос, который создает нормальные давления в водопроводе. И, в общем, когда я пользуюсь водой, это как в городе. Это не какой-то там частный непонятно что. Она нормально льется, и все хорошо. Я знаю, ну, что из-под крана воду пить нельзя, потому что она все-таки как-то серьезно не подготовлена. Поэтому я привез воды сначала из магазина, а теперь просто беру две баклажки, когда еду из Сити, и по пути в родники их наполняю. Там хорошая питьевая вода, там местные все время берут кучу, просто заполняют этих баклажек, и вот на этой воде. Если она вдруг кончится, то, в общем-то, сходить там сколько, ну, 500 метров, наверное, до него не проблема. Наоборот, приятно прогуляться. По крайней мере, жара у нас спала, так что, да, можно прогуляться. Да, я был в МТЛ-Сити недавно и ходил на море. Вполне себе, кстати, удобный спуск. Не так, чтобы прям совсем из горы или совсем на гору. И, ну, минут 20-22 своим шагом я шел. Вполне, вполне себе. Интересный городок. Я сегодня на велосипеде померил как раз. Я доехал из Сити на велосипеде, ну, под горку, соответственно, до основной трассы на бар. И обратно это в гору получилось. У меня в целом 15 минут заняло. О, ну шикарно. Это не так много. Да. Класс. Почему я опрашиваю Валерия так с пристрастием относительно МТЛ-Сити? Потому что Валерия является нашим мэром. Ну, не мэром, а сити-менеджером. Чем отличается? Расскажи, пожалуйста. Мне кажется, мэр — это выбранная должность, и сити-менеджеры назначают. Слушай, мы же тебя выбрали. Тогда мэр. Окей. Ты можешь совмещать две должности. Кто не выбирал, для того ты сити-менеджер. Мэр, короче, сити-менеджеры, это пока вы говоришь, уже забудешь, что хотел сказать дальше. Зато звучит гордо. Сити-менеджер МТЛ-Сити. А еще на картах мы же обозначаемся как Монтелибера-Сити. То есть еще круче. Грудь вздымается. Да. Класс. Продолжаем. Вторую неделю. В нескольких чатах в медиасете МТЛ, в первом клубе Монтелибера, на форуме Вече, идет бурное обсуждение инициативы по развитию нашего сообщества путем создания ассоциации Монтелибера. Ну, насколько я знаю, ты не был на собрании, поэтому, может быть, ты не знаешь, что это такое, но в чате как-то информация действительно есть. То есть это ассоциация, которую нам некоторые наши участники довольно активно предлагают, и предполагается, что все это будет объединено в одной организации, так, чтобы наша связность повышалась, а рыхлость снижалась, соответственно. Насколько это полезна инициатива, как ты думаешь? Для меня это кажется, инициатива и полезна, потому что движение, оно не имеет, ну, по сути дела... Начало и конца, как Россия и границы ее. Да, то есть там нет никакого членства, просто человек может сказать любых взглядов, что я член движения. Не, ну МТЛ-ки-то у него можно проверить, да? Можно. Для меня такая структура кажется достаточно естественной, потому что я был членом Левистреянской партии России, и, в принципе, понятно, как такая структура работает, чем она занимается, что там происходит. И выглядит логично, что в движении тоже какая-то такая структура появится. Партия она быть не может, потому что партия все-таки политикой в основном занимается, и в Черногории политикой нам заниматься... Ну, никак нельзя. Никак нельзя, да. При этом какие-то общественные вопросы решать через ассоциацию, кажется, вполне легитимный, интересный подход. Что еще? Параллельно прорабатываются различные способы формирования института репутации, роста привлекательности проекта и укрепления МТЛ-комьюнити. Ну, опять же, песня про то же самое, про укрепление коммуникации, про то, чтобы понять ху из ху, как говорится у нас здесь, кому легче обратиться. Ну, например, нужна тебе чинка машины, это чинит машина, к кому ты обратишься. Наверное, ты будешь доверять сообществу больше, потому что уже есть институт репутации, условно, какие-то звездочки у человека и так далее. Или тебе не настолько это важно? Это инструмент на будущее. Сейчас оно и так работает, сообщество маленькое. Я спрошу, мне надо автосервис. Где? Кидают мне контакт, вот, говорят, вот человек, мы у него чинимся, все нормально, он принимает Евро МТЛ, и все, я к нему приехал, обратился, записался, буду делать машину. И так по всем вопросам, в общем-то. Опять же, по дню рождения, если у сына был день рождения. Поздравляем еще раз с видео. Ага, спасибо. Тоже спросил, кто может что приготовить на стол, мне порекомендовали, я этому доверился. В общем, результат замечательный. Все довольны, все счастливы. Торт очень классный, наверное, можем выложить в эфир. Да, он того заслуживает. Да, торт очень-очень классный. Да, у нас есть кондитер, это уже не кондитер Костя, есть кондитер Настя, который сейчас с нами работает. Как прошел день рождения? Буквально на прошлой неделе было, так что это тоже входит в новости на позавчера? Для меня это был самый, наверное, простой день рождения, который я делал для ребенка, потому что за меня сделали все. Я просто заплатил денег. Всю еду я заказывал тоже у членов движения, потому что я вообще, если что-то можно купить внутри движения, я стараюсь делать это внутри, чтобы поддержать финансово и развивать финансовую мощь. И самого движения, и тех людей, которые в нем участвуют. Инна, опять же, предложила программу, например, аквагарим замечательный, который она сама делала, детишки были в восторге. И в нужный день я просто пришел, забрал торт, привез, привел Витю. И все. И главное не забыть именинника. Да, да, именинник должен присутствовать на своем дне рождения, иначе это будет как-то неправильно. И оно само прошло. Я просто сидел рядом, радовался, наблюдал, как оно происходит. Замечательно. Мне кажется, лучший отзыв о дне рождения, оно само прошло. Если что, я тоже присутствовал. Битва на вечах, был дартс, было караоке в какой-то момент, очень хорошо ее попели. Стол ломился, торт был. Шикарно. Я думаю, Витя очень понравилось. Да, ему очень понравилось. Отлично. Следующий день рождения, я думаю, опять встретим в клубе. Да, юбилейный десятый. Продолжаем. 27 июля опубликовали объявление о том, что оргкомитет первого международного либертарианского фестиваля в Черногории Монтелиберафест 2023 ищет арт-куратора. И также 30 июля был опубликован очередной релиз об итогах подготовки к важнейшему событию этого года. Между прочим, до фестиваля осталось меньше восьми недель. Как вы там готовитесь, расскажи, пожалуйста. Сейчас в основном такие задачи решаются, которые требуют время, чтобы их сделать. Это в первую очередь найти тех, кто будет выступать в лектории и решить вопросы, как будет выглядеть площадка и что там надо доделать. Потому что сейчас там еще идет стройка, и к фестивалю надо, чтобы эта стройка там прекратилась. Вместо стройки появилась удобная площадка для проведения фестиваля. Круто. Но как ты думаешь, успеем? Я думаю, успеем, да. Хорошо. Скрестим пальцы, и вы тоже скрестите пальцы, чтобы все у нас прошло без сучка, без задуринки. Мы обязательно приложим ссылки на сайт Unterlibera Fest и их группу в Телеграме. Ну, вы знаете, что нужно делать. Обязательно донатьте или покупайте билеты. Между прочим, покупайте билеты – это странная фраза, потому что билеты у нас бесплатные, но они за донат. Хотите? Пожалуйста. Вот палатка места, пожалуйста, уже за определенную денежку, насколько я знаю, потому что будет располагаться на чьей-то земле. А так, пожалуйста, приходите, послушайте Светова, послушайте Григория Бажанова, послушайте Анкоптян, послушайте панельную дискуссию, да, там будет живая музыка, там будут какие-то мероприятия для детей отдельные, там будет какая-то спортивная секция. Так что да, 23 сентября 2023 года приезжайте к нам. Этим можно подводить итоги. Есть ли у тебя какие-то личные новости, которыми ты хотел поделиться? Ну, основная личная новость, это связано с Сити, то, что я приехал, переехал в Черногорию и решил жить прямо в Сити всей семьей, чтобы почувствовать, как это жить в первом либертарианском поселении Черногории. Ну, слушай, нет у тебя ощущения, что ты там один среди стройки и больше никого нет? На стройке куча народа. На самом деле живет еще, кроме моей семьи, там два человека. И это только начало, я думаю. Скоро все квартиры, которые принадлежат фонду, будут сдаваться в аренду, и, соответственно, там будет таунхаус полностью будет заселен. Да, это было бы здорово. На самом деле, квартиры очень красивые, все новое, все просто блестящее. Меня заводили. И есть ли какие-то там, не знаю, может быть, минусы жизни в Метал-Сити сейчас? Первый минус от комары. Слушай, ну это, ну не отменишь их. Нет, не отменишь, но они повылезали прям. Вначале, видно, жарче что ли было, и первые там пара дней вообще их не было. Ну, чуть-чуть это вообще ни о чем. А потом стали вылезать помногу, я поэтому закупил себя фумигаторами и буду с ними бороться. Ну, говорят, там, где комары, это на самом деле хорошо, потому что природа хорошая. Экология. Экология и все такое, да. Потому что они в городах особо не живут. Ну и второе, что, ну, нужен свой транспорт, естественно, без этого никак, потому что... Ну, если хочется выбраться в столицу Миробар... В город, да. Да. Приходится доезжать, потому что общественный транспорт, он там эпизодический. Но при желании можно не выбираться, можно жить, в общем-то, в этом районе Дубравы, Доброй Воды. Там все, что нужно есть, магазины есть, туристов вообще валом. Да, очень много туристов, на самом деле, я не ожидал. И вода совершенно другая. Вот я могу оценить это по достоинству, потому что я часто хожу на пляж здесь, и там она чище, она такого голубого цвета. Я действительно вижу все насквозь. Так, ну, я думаю, что плюс-то перевешивает эти минусы, да? Да, там... Какие там закаты, это вообще что-то. Да, классно. Вот, я хочу рассказать бонусную новость. Мы 30 июля были там на специальных посиделках, МТЛ-посиделки называется, подключили мангал, отлично посидели. Расскажи, какая... Как у тебя идея, кстати, возникла? Потому что, собственно, ты был организатором и инициатором. Ну, хотелось как-то отметить, что вот Сити — это уже не только стройка, это уже место, где живут люди. И если живешь не в Сити, то кажется, что это очень где-то далеко. Туда добраться как-то очень сложно, поэтому людям обычно нужен специальный какой-то волшебный пинок, чтобы они туда попали. Вот. Ну и, собственно, я позвал меня, в сообществе знают, захотелось... Пошли с тобой. Да, и организовались, приехали, собрались отлично, посмотрели этот закат с крыши таунхауса. Замечательно, там солнышко утонуло в море. Да. Потом отлично посидели, попели песни, пообсуждали разные вопросы, детишки носились по всему Сити, развлекались. Было такое. Разошлись в итоге в два ночи. О, класс. Кто-нибудь остался ночевать? Ну, я остался. А, потому что некуда идти. Да. Действительно. Я слышал очень много хороших отзывов, и на самом деле люди готовы продолжать эту традицию. То есть заложить эту традицию, например, в конце каждого месяца, или там, не знаю, как часто вы выберете. Просто собираться там, да, отлично сидеть по гитаре, укулеле. У нас была какая-то вот свирель, варган. У нас много было, да, музыкальных инструментов всяких. Да. Все по чуть-чуть услышали. Класс. Мангал тоже был. Интересный музыкальный инструмент. Перебирали его время от времени. Ну что, на этом, я думаю, пора подводить итоги сегодняшнего выпуска. Это были новости на позавчера. В студии у нас сегодня был Валерий, сити-менеджер, он же мэр Монтелливера Сити. А я, как обычно, Биркин. Смотрите и слушайте наши новые выпуски и ищите их по хэштегу МТЛ Новости. Делитесь своими в ваших любимых соцсетях. Всем пока. Счастливо. Пока.